привет всем у нас уже было несколько выпусков посвященных журналу тайм и наших людях на обложке этого журнала и это далеко не все что есть моей коллекции кстати я скорее всего ее приволоку всю 18 мая на наш уже петербургский фестиваль цифровой история который будет проходить в дк железнодорожников и будет посвящен великой отечественной войне сегодня мы будем говорить совершенно про неожиданную вещь вот про такую можете посмотреть на нее это соответственно журнал от 20 декабря 1943 года и здесь как вы видите на обложке изображен патриарх я по традиции естественно не буду вам зачитывать все статьи из этого журнала иначе это растянется на много-много часов зачистаю лишь некоторые некоторые из них за период как обычно спасибо данилу доманевскому у него конечно бывают какие-то маленькие огрехи и вы вы их замечаете и пишите об этом молодцы благодарю вас за внимательность но я думаю будьте снисходительными к этому значит что хотел бы сказать я на самом деле раньше несколько лет назад когда я делал эти выпуски я всегда в конце задавал вопросы и мне потом писали многие люди а что это я перестал это было так интересно отвечать на них сегодня вопрос будет очень непростой вы вот когда вот это все я прочитаю посмотрите на то где журнал time немножечко присвистел на сказать что конечно же но основная масса информация которая будет она подана практически правильно единственно под соусом конечно журналистики того времени вы услышите совершенно потрясающие речевые обороты такая знаете публицистическая поэзия я бы так назвал в общем напишите в комментариях вот что вам либо кажется либо вы точно знаете что что не соответствует действительности из того что было написано ну и в очередной раз мы с вами убедимся что вот риторика того времени она конечно очень сильно отличается от риторики современности а самое главное особенно это будет видно на примере статьи про соглашение между россией и чехословакии про суд над немцами его реакции в лондоне вот ничто не меняется на этой земле то есть ну в общем вы все сами услышите поэтому запаситесь попкорном мы приступаем к чтению этого замечательного издания таким образом представляю вам некоторые переводы журнал time 27 декабря 1943 года на обложке как вы понимаете герой нашего повествования патриарх сергей подпись под фотографии гласит бог незримо присутствует и ждет есть здесь например реклама спама вот замечательная вещь спам с вафлями и подпись супер предложение спам с вафлями это прямо современный интернет мем или вот реклама клуба классической литературы можете представить это в наше время то есть когда или ада гомера выступает в качестве объекта рекламы ну а затем начинается уже интересующие нас материалы например битва за германию на фото аллея унтерден линден подпись под фото благодарности доктора геббельса были преждевременны наконец битва за россию на фото восточный фронт за декабрь 1943 года подпись красная зима заголовок натиск московская радио угрюмо предсказывает великое зимнее наступление более массированное чем во все предыдущие военные зимы на прошлой неделе эти слова отозвались эхом на обоих концах заснеженного восточного фронта во первых в районе невеля красная армия расширила свой клин в направлении прибалтики который теперь менее чем 60 милях от фронта второе на 640 миль южнее немцы отступили от своих позиций под херсоном и ушли с левого берега днепра эхо предсказание раздается по всему фронту на днепровском рубеже разгорелись большие танковые сражения которые утихли только от полного истощения сторон на ветренной киевской равнине в лесах севернее замерзших препятских болот фронт взболтался загромыхал затих немцы с ужасом говорят о концентрации русских войск на 300 мильном фронте южнее ленинграда какая фразеология журналисты это тяжело тем не менее враг гораздо лучше оснащен чем в две прошлые кошмарные зимы официальный берлин даже отважно заявил что немецкие солдаты победили страх холода и зимы но в то же время немецкая пресса умоляет всех мясников и фермеров беречь издавать мех каждого кролика на покрой курток для восточного фронта немецкая пресса наполнена рассказами о страданиях которые нельзя скрыть один военный корреспондент передает вдоль всего имеется ввиду северный вдоль всего северного фронта резко похолодало снег покрывает равнины и болото темнеет уже сразу после обеда в районе пол третьего и русские обычно атакуют в часы после заката атаки продолжаются до поздней ночи затем после небольшой паузы русские вновь атакуют на рассвете ах они бедненькие пока солнце не взойдет из крыма передает нацистский корреспондент герман никамп трассеры освещают ночь внезапно перестают стрелять пулеметы затем стремительно появляются призрачные фигуры рядом разрывается ручная граната а потом еще и еще одно немецкие солдаты знают что смерть всего в нескольких ярдах от них и стискивает зубу своих окопах затем они приходят с криком запрыгивают в наши окопы каждую ночь у керчи разгорается бой попытки атаки всегда отбрасываются благодаря лучшей выучке немецкого солдата тоже сомневался но каждую ночь и до самого рассвета над окопами нависает страх смерти ну за что боролись друзья мои зато и напоролись шестая страница зарубежные новости на фото чанг россия показательное повешение перед судом предстал капитан вильгем лангфельд 52-летний уроженец франкфурта на майне ему вопрос установлено лишь что правительство германии издало приказ о массовых казнях невинных советских людей да ответил лагерфельд сколько советских граждан убили лично вы точно сказать сложно но я думаю около сотни сколько был убитой немцами в харькове и харьковской области я слышал что примерно 30 тысяч и примерно такое же число в киеве вне здания суда расположившегося в зале харьковского театра рабочие заняты вскрытием массовых захоронений аккуратно эксгумируя сгнившие тела так на прошлой неделе москва отчиталась в начале длительного медленного процесса призыва нацистских палачей к ответу в лондоне тем временем союзнический комитет военных преступлениях спорит о юридических деталях подобных судов ну прям как в современности в нашей в харькове же уже начали в советских судах не было подобных разбирательств со времен судов над троцкистами четыре человека перед судом предстали немцы из трех политических поколений старший из них гладко выбритый безмолвный ветеран первый мировой лангфельд холодно рассказывал о своих преступлениях рейнхард реслов 36 лет причёсанный с безвольным подбородком бывший агентом тайной полиции казался скучающим и презрительным лейтенанту гансу рицу всего 24 он был человек маленького роста с обвисшей грудью лысой головой как у гнома как они там обвисшую грудь интересно рассмотрели и инфантильным выражением лица четвертый подзащитный это михаил петрович буланов русский который нанялся к насыстам шоферы фургона смерти под близко посаженными бровями его глаза пристально вглядывались судей когда секретарь трибунала зачитывал признание четырех мужчин их преступления варьировались от избиения резиновой дубинкой до участия в массовых казнях четыре инструменты эти люди были инструментами а за каждым была цепь все более и более высокопоставленных персонажей доходивший до самых верхних звеньев нацистской иерархии советские суды неуклонно неумолимо следуют по этой цепочке в харькове была развернута схема для судебного преследования разбирательства и осуждения суд длился четыре дня на пятый день всех четырех повесили на разоренной харьковской площади буквально чуть-чуть отрывков из зарубежных новостей которые очень умилительно смотрятся в наши дни не санитарный картон вопросительный знак ни для кого не стали неожиданностью условия нового советско-чехословацкого договора наконец были они опубликованы на этой неделе пакт подписанный в москве с одобрением иосифа сталин и эдуарда бенеса или бенеса был прежде всего двадцатилетним военным союзом направленным против конкретного врага германии правительство двух стран обязуются не заключать сепаратных мирных соглашений и обмениваться полной военной помощью если любая из них подвергнется нападению возрождающейся германии в послевоенный период они обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга таким образом россия вновь обратила внимание на свою решимость заблокировать возрождение старой идеи санитарного кордона с буферными недружественными государствами и государствами между россией западом направленных против россии западным государственным деятелям приходится беспокоиться о том не намеревали цели россия сделать это невозможным создав собственную форму антисанитарного кордона среди стран центральной и восточной европы мрак и комнаты на данный момент страна которая больше всего соответствует требованиям протокола и подходит им как бархатная перчатка на железный кулак это польша но дипломатические отношения между россией и польским правительством возгнание приостановлено уже несколько месяцев и ни одна из сторон похоже не заинтересована в их возобновлении на прошлой неделе польский кабинет созвал священию чтобы обсудить ситуацию а затем отменил его когда премьер-министр станислав миколайчик заболел гриппом польская пресса придерживалась генеральной линии заявив что польша будет рада присоединиться при условии что русские дадут гарантии сохранения границ польши которые были до 1939 года предложение которое россияне вероятно поднимут на смех ну и теперь главный материал этого номера ради которого собственно я и снимаю данный выпуск на фото богослужения патриарха сергия подпись под фото богослужения патриарха сергия прорыв всякая религиозная идея это невыразимейшая мерзость владимир лечу ленин есть на самом деле такое письмо горькому 15 мая 1913 года но вот подлинника я не видел возможно вы видели да благословит господь успехом и славой ваши великие дела во имя нашей страны патриарх сергий сталину рождественский сезон 1943 года в москве был самым веселым с 1916 года последнего рождества старой войны и старого порядка он же был самым торжественным толстый слой снега который каждый раз делает московское рождество белым с тяжестью лежит над столицей который является сердцем нации в третье рождество для воюющей россии это сердце билось крепко и неизменно с огромной гордостью за достижение как будто весь русский народ наблюдая за проявлением 1 вечерние звезды что по православным обычаям заканчивает предпраздничный пост посмотрел на запад от москвы и смог увидеть как русские войска подвижной стеной дюйм за дюймом борются с многовековым врагом немцы с немцами но этот рождественский сезон был торжеством для русского духа по более глубоким причинам чем военные победы официально восстановив русскую православную церковь смотрите тайм от 13 сентября избрав или признав патриарха смотрите тайм от 27 сентября советское правительство вновь сделала москву религиозной столицей более чем 100 миллионов православных в россии сравнительно мало иноверцев и заделала трещинами между русскими верующими и неверующими на протяжении 25 лет вновь крестьянин приезжая из деревни и улавливающий солнечные блики на позолоченных луковых куполах оставшихся московских церквей мог произнести традиционный призыв с традиционной нежностью москва москва золотая голова восстановив церковь советское правительство сделала больше чем возвратила москве статус столицы религиозно объединенной россии она объединила европейских дунайских и балканских славян в общий славянский религиозный материк чей heartland heart это сердце land это земля россия а метрополия москва будет ли перманентным новый статус русской православной церкви или нет а есть много признаков того что будет это изменение как тактика советского правительства имеет настолько большие политические последствия чтобы стать вехой в истории россии и европы а следовательно и всего мира три человека напрямую несут ответственность за это достижение первое это адольф гитлер он верил что русские православные священники их общины будут переходить на сторону нацистских захватчиков которые освободят их от преследований большевиков но гитлер не предвидел что его вторжение превратит россию из страны в которой большинство безоружных христиан управлялась агрессивными антирелигиозным меньшинством в нацию с оружием в руках в которой большинство хоть и сильно патриотическое больше не было беззащитным вторым человеком является иосиф сталин реалист в россии номер один который с большим интересом ответил тот факт ведь как он вторит ленину называя себя лучшим его учеником а факты вещь упрямая сталин также знал что восстановление русской православной церкви было примерно эквивалентно российской религиозной оккупации балкан третий человек это непосредственно сам митрополит сергий московский один из величайших теологов россии он как никто был не похож на человека большого исторического масштаба он был стар 76 лет коротенький и толстый 5 футов 5 дюймов такого же роста как сталин почти полностью глухой пораженный сильным подергиванием левой щеки его добрые глаза с остротой смотрели сквозь толстые очки на складками бороды как мать хаббард мать хаббард это такой фольклорный персонаж из детских стихов человек из катакомб но это почтенная фигура не чертик из табакерки внезапно прыгнувший на россию по щелчку пальцев правительства сергий в меру иван николаевич строгородский родился в 1867 году в арзамасе в семье священника он был миссионером японии куда он попал через сша патриарх до сих пор любят попрактиковать свои полузабытые фрагменты американского на миссию английского конечно же hello how are you nice day он был ректором одной из четырех великих теологических академий россии епископом финляндии великом церковником при дворе последнего царя николая второго там он испортил отношения с царицей потому что выступал против распутина но сергий неизвестен большинству людей за пределами россии отчасти потому что большинство православных священников неизвестно западному миру отчасти потому что в течение 25 лет он был заживо похоронен большевистской революции ведь сергей или сергий человек из катакомб из гпу в политических тюрьмах которого он отбыл три срока и церкви которая постигла та же участь при большевизме которую большевизм перенес при царе она была вынуждена уйти в подполье долгий путь от катакомб к правовому восстановлению церкви это почти полностью заслуга сергия его простой христианской веры его понимание основной силы церкви и основной слабости советского правительства его настойчивое убеждение в том что мир с большевиками это предпосылка для выживания церкви поначалу было легко направлять революционную ненависть к церкви потому что она столь долго была частью царского правительства и церковным апологетом его политических и социальных грехов не то чтобы большевики использовали только грубый террор другой большевистской тактикой была политика разделяй и терроризируй расстрелы анафемы большевики закрывали церкви уничтожали часовни ликвидировали 637 из 1027 монастырей по всей россии конфисковали священные сосуды облачения иконы церковную недвижимость и церковных сокровищ на полтора миллиарда долларов арестовали тысячи епископов священников монахов и благочестивых мирян всех за сопротивление государству многие из которых пострадали от высшей меры социальной защиты так тогда назывался расстрел патриарх тихон предшественник сергия выдал советским властям всю прямолинейность своего патриархального разума в анафеме которая читалась как передавица правды то что вы делаете есть воистину сатанинское деяние за это вы обречены на адский огонь в будущей жизни и ужасные проклятия грядущих поколений в настоящей жизни мы призываем всех верных детей православной церкви не вступать ни в какие связи с этими монстрами рода человеческого монстры быстро упекли раздраженного патриарха в тюрьму но ни одно из этих преследований не привело к значительным изменениям в укоренившейся христианской вере и мистических мыслях миллионов верующих россии они эти самые верующие которые укрывали священников или посещали богослужения возможно лишались своих талонов на питание своей работы или просто могли исчезнуть в тюрьмах или в субарктическом изгнании субарктическое знание взять на вооружение они могут вообще не собраться если только 20 верующих не рискнул зарегистрироваться в местном совете не получит разрешение на богослужение все равно они собрались вместе для него советское правительство быстро заметила отсутствие успеха и начала дополнять свою политическую борьбу против церкви компании образования населения была организована лига воинствующих безбожников возглавляемая покойным емельяном ярославским близким к сталину безбожники насчитывали более пяти с половиной миллионов членов в самом своем расцвете они издавали два журнала безбожник и антирелигиозник самом расцвете своих сил безбожники также организовали антирелигиозные парады с плакатами пародирующими различные религиозные темы например непорочное зачатие эти издевки были противны многим русским плохо воспринимались за границей и наконец были прикрыты также были проведены публичные дебаты между священниками и безбожниками их также пришлось отменить так как священники слишком хорошо держались антирелигиозные музеи которые обычно создавались бывших церквях были гораздо успешнее но основной целью безбожников было воспитание молодого поколения атеистов с лозунгами безбожная ячейка в каждой школе или никаких религиозных учителей в школах безбожники записалось 2 миллиона школьников но гораздо больше двух миллионов не присоединились к ним честная перепись затем в 1937 году советское правительство осуществило перепись населения один из вопросов касался вероисповедания когда пришли результаты власти взглянули и ужаснулись и приказали ликвидировать большую часть бюро переписи населения как троцкистов считается что перепись так как цифры были озвучены руководителем безбожников ярославским показала что после 20 лет интенсивного преследования церкви треть городского населения россии и две трети крестьяна россии по-прежнему оставались христианами и не скрывали этого от официальной переписи это был печальный ответ на антирелигиозные молитвы советского правительства он переплетался с другим тяжким ударом который ранее был нанесен ему вся серьезность которого в то время не осознавалась действуя исходя из принципа не можешь победить возглавь согласно ему митрополит московский сергий присоединился к большевикам не в том смысле что он перестал быть христианином или получил партбилет коммунистическая партия не допускает членство христиан вместо этого сергий буквально воспринял постановление о том что русская православная церковь должна заниматься религией и ничем иным революционное мышление в стране где на протяжении сотен лет церковь была частью государства он также настаивал на абсолютной лояльности советскому правительству рассматривая это как необходимость выживания церкви почти самое первое что он сделал когда он стал патриархом 1925 году это провозгласил основной задачей церкви спасение душ они политику он также заверил полной лояльности церкви советскому правительству но успех не положил конец его критики то тут то там возникают скептики которые называют его марионеткой советского правительства его политика легко поддается этому обвинению но самые умные члены русской православной церкви едины во мнении что немногие патриархи в истории сделали церкви больше чем сергий в конце хочу сказать что идет экскурсионный сезон будут экскурсии соответственно и в петербурге москве в петербурге они состоятся 23 марта и 6 апреля будет и про народную волю и про эсеров и про массу всего остального в москве 30 марта лекция петербург против москвы концептуальное противостояние 31 2 экскурсии вокруг храма христа спасителей по остоженке и будет еще две экскурсии в москве 7 апреля по поварской про террористы красина и папу михалкова и премьерной экскурсии мы пойдем от кудринской площади к тому месту где когда-то стояла тюрьма женская откуда соответственно был произведен побег среди сбежавших была наталья климова известная максималистка которая приговорили к смерти но она писала такое письмо которое она делала просто шороху везде ссылки на это все есть в описании под этим видео в конце года мы едем в париж и берлин если вас это интересует пишите мне на электронный адрес он есть там и напоминаю вам что 13 апреля состоится концерт остросоциального ансамбля оса в городе петербурге ссылка на покупку билетов есть точно также вот там на этом все оставляйте комментарии увидимся пока